Вопрос такой. Наталья Фролова говорит, что внешнее, оно может и не соответствовать внутреннему. И говорит, ты хоть обвешайся, надень на себя сто платков, говорит, но если, говорит, твоя душа не меняется, они тебе не помогут. Насколько важно отличаться внешним, внешнее состояние от внутреннего. Она говорит, вот есть такие на афоне некие гостки, они вообще ходят голые. То есть, неважно внешне, она как бы утверждает. Нет, не так это. Что она сказала сто платков, если человек не верующий, она правильно сказала. Ну а что внешнее и внутреннее? Иоанн Златоуз говорит так. Господь сотворил человека, и внутреннее с внешним так связано, что наказывая тело, мы врачуем душу. Ну, отсюда сделаем и вывод. Как Антон Павлович Чехов говорил, в человеке должно быть все прекрасно. И душа, и тело. Даже мирской писатель и кто это понимал. Ну а как, я не говорю, что должна подкрашивать там что-то. Речь идет о том, чтобы тело было закрыто. А что? Ну, какие дыры можно зашить? Заплата Богом не осуждается. Ну, бороду, конечно, не трогать. Женщина волосы не должна трогать, усы не подстригать. Внешне сразу видно, я христианин. Из-за одного того, что ты с бородой, с поясом, у тебя возможностей свидетельствовать будет очень много. Вот у нас тут приходит из Германии Валентина Стартисон. Она приезжала креститься с дочерью Екатерина. И вот они едут в поезде, когда в храм. В таком виде. И видит, какая-то женщина там бежит. Спортсменка. И она когда-то их увидела. Ей понравилось это. Она смотрит, говорит. Эта спортсменка стоит уже в храме молиться. И познакомились. А вот начинает. А что ты бороду отпустил там? Я говорю, а почему ты без бороды? А зачем она? Так вот не надо божий образ портить-то. Вот у вас почему борода? Я говорю, потому что я мужчина. А вы почему без бороды? В женщину превратились? Это гомосексуалисты придумали. Это подкаблучники такие. На все знай, как ответить. Внешне имеет большое значение, когда оно следует за внутренним. А не наоборот. Я вообще считаю, что если ты следишь за внешним, у тебя внутреннее оно все равно тоже будет. Не может человек, который не следит за внутренним, чтобы он не следил за внешним. Потому что это и называется целомудрие, мне кажется. Ну вот в это входит как раз. Правильно говорите. Ну людям это надо показать. Вот начиная даже простое. Простые дела. Берут книгу, открывают иголыми пальцами, задевают страницу и постепенно там желтеют. Положи бумажку, служебная бумажка, через нее. Никаких подчеркиваний. Заложи закладку. А не так, где кончил, страницу загнул, она потом отломилась. Это я беру о книгах только. Обо всем надо заботиться. Господь так сделал. Я не говорю ни о покраске, ни о чем. Но стоит человек, мужчина и вот такое, как будто девятым месяцем ходит. Ну куда это годится? Как говорят, тонкий, звонкий и прозрачный. Это не одежда, это тело. Я о теле должен заботиться. Вот я раньше мог два с половиной часа спать. А сейчас не идет у меня это дело-то. Я со стула стал падать. Во время печатаю и сунулся на клавиатуру, два раза нос разбивал. Я стал прибавлять тогда. Кто-то считал это так. Если до 60 лет человек днем ложится спать, он сокращает жизнь на день. А если после 60 лет не дают ему дне, хотя бы сейчас спать, сокращают тоже. Ну, я не ложусь. Я сидя вот так вот, видишь, спинку сделал к стулу. Вы видели как? Я вот так вот раз, чтобы никуда не вихнуть это. И минут 15. И главное, сколько скажу. Думаю, столько будет. Кто-то похлопает. Я скачу, кто, никого нет. Аллилуйя. Так, больше никого нет, отхожу.